И всем алоха, с вами как всегда Лёха. Новая неделя и новый уже четвёртый снапшот версии 1.18. Пещеры и скалы. Часть 2. Напоминаю, что это не официальный снапшот, а экспериментальный. Их нет в списке версий в лаунчере, и скачивать их нужно отдельно. Разработчики продолжают улучшать генерацию. Да, о третьем снапшоте, предыдущем, я отозвался достаточно негативно. Но, как я понял, мне не повезло с генерацией. Хотя у других тоже встречались баги. Ну, давайте перейдём к обзору сегодняшнего снапшота. Как и всегда, все изменения были сделаны по сравнению с прошлым. Начнём с генерации поверхности. Провели ещё ряд фиксов генератора. Биомы теперь не такие беспорядочные и шумные. Это должно сократить количество микробиомов. И ещё чуть тоньше настроили расположение тёплых и холодных биомов в мире, чтобы искоренить их соседство. Из тёплых биомов был удалён параметр замерзания, а также повышена высота расположения снега, чтобы не встретить его, например, на верхушках тропических деревьев. Бесплодные земли и пустыни стали больше, и теперь с наименьшей вероятностью будут появляться в виде уродливых пятен микробиомов. Слои терракоты в мезе теперь поднимаются выше. Трава и деревья в листистой мезе теперь могут располагаться ещё выше. Ещё немного поработали над заснеженностью склонов, убрав ещё больше грязи. А иначе, как в обновлении про горы, могут быть некрасивые грязные склоны. Поверхность биома экстремальные холмы стала менее экстремальной, а также ещё лучше вписали данный биом и разрушенную поверхность в генерацию в целом. Очень много работы проделали с реками. Теперь они не будут резко заканчиваться в гористой местности, становясь ущельями, а наоборот будут протекать и станут ещё глубже. Реки будут прорезать фьорды через горный хребет, либо поднимать рельеф, образуя седловинную долину между вершинами. Таким образом генерация станет удобной как для передвижения по земле, так и на лодках. Раньше на лодках можно было удобно передвигаться только в океанах, так как реки были узкие и часто раздробленные. Ну и выглядят они теперь более реалистично. На поверхности, где виден камень, уменьшено количество пятен диорита, андезита и гранита, чтобы поверхность смотрелась более однородно, а не раскрашена. Каменные берега иногда образуют слои или же полосы гравия, диорита, андезита или гранита. Каменистые вершины иногда образуют слои гравия, кальцита, андезита или гранита. Больше не нужно разрушать жеоду, чтобы получить кальцит, тем более это еще больше разнообразит генерацию. И снова улучшение болот. Теперь они с меньшей вероятностью будут простираться далеко от береговой линии, а реки в болотах становятся более мелкими, чем в других биомах. Изменилась генерация джунглевого и пустынного данжей. Если в том снэпшоте пирамида могла появиться очень высоко в горах на странной подставке, то теперь они спавнятся немного засыпанной толщей песка, а вот храм в джунглях больше не генерируется на воде. И немного изменений в генерации руд. Стало больше железа, но именно на тех уровнях, где оно чаще появляется, например в горах или глубоко под землей, глубже, чем было ранее. Усилий мы потратим теперь немного больше, по сравнению с прошлыми версиями, но зато и награда за них теперь тоже будет больше. А еще в биоме капельников можно встретить небольшие медные жилы, но так можно добыть больше, чем просто копая в шахтах. Ну или найдите новую медную жилу, там-то точно будет много руды. Вот такой снапшот вышел. Кстати, у меня в группе, а также в телеграм-канале, по ссылкам в описании, есть скриншоты генерации от самого ее разработчика. Они очень красивые. Да, вот теперь генерация куда лучше. Хотя это все еще экспериментальные версии и многое изменится. Но они на верном пути. Разработчики просят еще больше обратной связи. Ссылка есть в описании. Но просят обратную связь, основанную на опыте игры в режиме выживания, чтобы улучшить генерацию руд и других пород. И чтобы генерация больше соответствовала геймплею. А на этом точно все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, чтобы увидеть точные новости без воды о следующем снапшоте первыми. А также ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До следующего ролика. Еще одну секунду. Мне так понравилась генерация, что я решил вставить пролеты в конце ролика. Так что можете позалипать на виды под красивую музыку без моего голоса. Теперь-то я точно с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok